Едкий дым на поле у Градекова взвился в небо еще в четверг вечером. По инструкции до 5 июля зараженный скот было приказано уничтожить. Покрышки, керосин и другие горючие материалы жители собирали всем миром. Костер горя, так прозвали его местные, горел до самого утра. Неподалеку от Градекова, где выделили место для утилизации, до сих пор виден дым. Накануне вечером сюда вывезли три машины животных, всего 104 головы, 72 барана, 16 свиней и 16 голов крупного рогатого скота. Это те животные, у которых анализы подтвердили наличие опасного заболевания и те, у кого только появились первые признаки заражения. Хозяева погибших животных до сих пор не могут отойти от шока. Их соседи рассказывают, что вывозить скот начали вечером. Вслед за каждой машиной шла еще одна. Она опрыскивала все вокруг обеззараживающими веществами. Многие провожали скотину в последний путь. Дети бегали, говорят, там ездили на мотоциклах, у кого есть там. Я не ходила далеко сильно. Ну я бы, допустим, была бы в обмороке, а я не знаю, как люди. А почему в обмороке? Ну потому что жалко. Тем более корову. А там и свиньи, и овцы, и коровы. На улицах Городекова безлюдно. Собаки строго на привязи. Другие животные, которые не попали в черный список, заперти. Специалисты ведут перепись всех домашних животных. Ежедневно продолжают обработку очагов. В администрации села идет работа с хозяевами пострадавших подворий. Каждому обещают компенсацию. Сейчас решается вопрос правительства Амурской области. Конечно же, районный бюджет данную сумму не потянет. Скорее всего, компенсация будет из областного бюджета. Конечно же, животные в своем роде все должны быть застрахованы. Это все должно ложиться на плечи хозяев. Но если возникла такая ситуация, конечно же, я думаю, правительство Амурской области не оставит в беде людей. Режим ЧС в селе отменили, однако городековцы по-прежнему на карантине. 4 июля, накануне ликвидации пораженного поголовья, обнаружили новые случаи заражения. Скот в тот же день уничтожили, но карантин в селе продлили до 25 июля. Распространение опасного заболевания остановить удалось, говорят специалисты. Однако, точка в деле ящера пока не поставлена. К нормальной жизни люди смогут вернуться только после снятия карантина. Кроме того, хозяевам павшего поголовья придется подождать. Повторно заводить животных после ящера несколько месяцев категорически запрещено. Наталья Шепелева, Кирилл Захаров, Альфа Новости.